Здравствуйте друзья! Темой этого видео будет использование NFC меток в Home Assistant. По сути, это один из многих способов взаимодействия с системой управления умным домом, который имеет свои достоинства и недостатки, и конечно уникальные варианты применения. Давайте разберемся совсем подробнее, а пока проверьте не забыли ли вы подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. NFC метки существуют в самых разнообразных формах, видах и размерах. Чаще всего это либо наклейки, их устанавливают стационарно и подносят считыватель обычно это смартфон к ним, либо брелки, их используют по принципу ключей, которые подносят к замку чтобы его разблокировать. Понятно, что только замками их сфера применения не ограничивается. Для тестирования я купил метки в форме наклеек, в них установлен чип NFC N-TAC215, объем памяти 504 байта, она нужна для записи уникального идентификатора. Квадратной формы с длиной стороны 25 мм, ссылку на них вы найдете в описании. Но брать принципиально точно такие же не обязательно, выбирайте что вам нравится, единственное обращайте внимание на объем памяти. Для лучшего понимания немного теории. Итак, мы купили NFC метку, которая представляет собой чип с антенной и небольшим объемом памяти, кстати, собственного питания для работы ему не нужно. Для работы с ним нам нужно устройство, которое может считывать и записывать в него информацию, смартфон с поддержкой NFC. Так как работать мы планируем с Home Assistant, на смартфоне должно быть установлено одноименное приложение. Перед работой с меткой, нам нужно записать на нее уникальный ключ-интентификатор, своего рода пароль, благодаря которому система будет различать метки между собой и понимать, какое действие нужно выполнить. Запись ключа разовая операция, повторять ее не нужно. Далее все работает следующим образом, к метке подносим телефон, он считывает ее идентификатор и передает на сервер умного дома, а он, в зависимости от того какое действие привязано к этому идентификатору, выполняет его. Перейдем к практической части. Еще раз напомню, что для работы с метками нужен смартфон с поддержкой NFC и приложением Home Assistant, для которого установлена связь с сервером управления. В меню настроек переходим в раздел меток и нажимаем добавить, откроется мастер добавления меток. Задаем имя метки, идентификатор можно задать вручную, например если вы хотите перенести на новую метку или использовать уже существующую. Или оставить поле пустым, он создастся автоматически, я так и сделал. Нажимаем добавить и записать, после чего смартфон нужно поднести к метке в которую запишется созданный код и метка добавится в список. Отсюда можно отредактировать ее имя, а также увидеть и скопировать ее идентификатор, также для нее создается QR код. Также прямо здесь можно запустить мастер создания автоматизации, в котором уже будет подставлен тригер считывания метки. Если вы предпочитаете создавать автоматизацию вручную, как я, отсюда можно скопировать готовый триггер в YAML, он использует платформу Tech, которая проверяет соответствие считанного идентификатора тому, что прописан тут. Либо можете закончить создание автоматизации при помощи мастера, для примера я сделал включение светильника с заданной яркостью и цветовой температурой. Вот так выглядит созданная автоматизация в YAML. Для системы нет разницы как именно ее создали, но ручное создание позволит например использовать пакаджи, когда вся логика кейса может содержаться в отдельном файле, уроки про это есть у меня на канале. Тестируем работу этой автоматизации. В заключении несколько слов о достоинствах и недостатках. К недостаткам стоит отнести то, что для использования такого метода управления необходим смартфон с NFC и приложением Home Assistant, тогда как например ZigBee кнопку достаточно просто нажать. Но если посмотреть на это с другой стороны, например, при использовании в автоматизации постановки на охрану, отключении всего освещения и отопления, то недостаток превращается в достоинство, так как без смартфона с меткой ничего не сделать. Еще одно достоинство заключается в том, что приложение Home Assistant может работать с сервером не только внутри локальной сети, но и из любой точки мира. Например, при использовании родного облака Nabucasa или VPN сервера или любого другого метода проброса. В таком случае метка может физически находиться в совершенно другом от сервера месте и точно также работать триггером автоматизации, как и возле него. Поэтому вариантов использования NFC меток может быть великое множество и будет очень интересно если вы поделитесь своими идеями в комментариях. А я на этом буду заканчивать, надеюсь что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки, а если вы хотите поддержать мой канал, можно стать его спонсором, либо выбрать другой подходящий вам способ по ссылке в описании. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!